Есть три типа отношений, слушайте внимательно. Если человек к вам относится невежественно, любой человек, мы не говорим о целом в отношении с человеком на всю жизнь, мы говорим о ситуации, вот ситуация наступила, человек относится невежественно, он вас обзывает, хочет побить, он в нетрезвом состоянии, он как бы неадекват. В это время не надо с ним ничего выяснять, нужно от него дистанцироваться настолько, чтобы изолировать себя от этих отношений. Но не надо бросать этого человека. Запомнили? Если вы сделаете по-другому, вы испытаете боль и грех совершите. Такому человеку нельзя ничего доказывать, объяснять, нельзя с ним сражаться, воевать, если это близкий человек. Просто дистанция и все. Понятно? Следующее правило. Если человек вас глубоко не любит, у вас с ним есть какие-то интересы в жизни, это касается и деловых отношений, работы тоже. Если человек вас не любит глубоко, просто у него есть, у вас есть взаимные интересы с ним, то есть нет глубоких отношений, бескорыстия нет в отношениях, есть просто взаимный интерес. Вы не приближайтесь, сердце ему не открывайте, не приближайтесь к нему близко, просто стройте с ним отношения добрые, но на дистанции, то есть деловые. Если вы нарушите это правило, испытаете боль. Следующее правило. Если человек к вам относится бескорыстно, ему от вас ничего не надо, он мотивируется только любовью, стройте с ним близкие отношения, и вы будете счастливы. Но такие вещи случаются редко, и только с теми людьми, которые встали на путь самоосознания, потому что бескорыстие, без самоосознания невозможно. Все люди, которые не встали на этот путь, они живут в страхе, а страх не может человека сделать бескорыстным. Пока ты боишься, ты не можешь быть бескорыстным. Бескорыстен – это тот, кто наполнен. Понятно? Поэтому близкие отношения – это труднодостижимая вещь в наше время, но они возможны. Возможно. Надо стремиться к этому. Работая над собой, человек может получить такие отношения. Это взаимные отношения. И вот эти близкие отношения делятся на три категории. Самая легко достижимая категория близких отношений – это отношения равные. Запомнили? Самая легко достижимая категория отношений близких – это равные отношения. Поэтому стремитесь искать отношения с теми людьми, кто работает над собой. Ищите такой возможности. Мужчина с мужчинами, женщина с женщиной. Равные отношения. Теперь. Следующая категория отношений. Более труднодостижимые отношения. Младший – старший. Я младший, ты старший. Тяжелее. Когда люди… Один человек у другого спрашивает совета, это равные отношения. Здесь нет старший и младший. Вот когда ты веришь в человека, есть три категории веры. Смотрите, первая категория – уважение. Мы всех должны уважать. Почтение. Вот об этом речь. Ты почитаешь человека. Это значит, что ты его считаешь старшим. Редкий вид отношений. Если ты почитаешь не того человека, вся твоя жизнь будет разрушена. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, кого ты хочешь почитать. Но если ты видишь, что Бог тебе уже сказал, вот почтение кому надо оказывать, тогда возникает такой тип отношений, очень редкий. Младший, старший. Эти отношения благословены Богом всегда, запомните. Это очень редко достижимая вещь. Это очень большая удача получить такие отношения. Но еще более труднодостижимые отношения – старший, младший. Знаете, почему они еще больше труднодостижимы? Потому что старший должен себя так контролировать в отношениях, что он никогда не должен считать себя старшим. Он должен считать, что только Бог старший, а ты просто его проводник. Если человек квалифицирован так жить, не присваивая себе плоды, тогда он может быть старшим. В противном случае он разрушает себя и других. Такой человек.